Проект выходит при поддержке спортклуба «Прогресс». Маклина, 34. Телефон 46 29 46. С Верой в спорт. Добрый день, это программа «Сверой в спорт» у микрофона Вера Власова. Всем нам знакомо слово «паркур», и у многих оно наверняка, как и у меня, в принципе, изначально ассоциируется с боевиками, когда главный герой убегает, улетает от преследователей. И это способ выхода из такой вот некомфортной весьма ситуации. Да, сегодня у меня в гостях люди, которые развеют этот миф, которые покажут, что паркур – это есть спорт. Причем спорт очень интересный и стимулирующий к развитию не только группы мышц, но и наверняка, и какие-то дополнительные мотивационные факторы. Итак, сегодня передо мной Игорь Вожигов, руководитель, основатель, учредитель Федерации паркура в Кирове. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. И Денис Плюнкин, основатель, второй, но не по значимости, Федерации паркура в Кирове. Добрый день. Добрый день. Итак, давайте сначала определимся. Федерация паркура в Кирове труднонаходима в интернете. Сразу скажу, при подготовке к программе у меня возникли сложности определенные. Федерация молодая. Откуда она взялась? Почему возникла необходимость создавать? Да, вот расскажите, пожалуйста. Тогда Игорь, с вас начнем. Ну да, на самом деле планы были создать Федерацию вообще очень давно, еще где-то в 2011 году, вот мы когда начинали тренироваться с ребятами только, вот, ну я сам начал в 2007 году тренироваться. Вот, мы, то есть, объединились, создали команду именно фриранерс нашу. Вот, и... Сразу отмечу, что по иностранным словам мы потом еще отдельно расскажем, фриранерс, вот это вот, что вот такое, это позднее, да? Да, да, хорошо. Вот, и, то есть, объединились и хотели, у нас были какие-то цели, то есть, развиваться, не просто тренироваться там, то есть, на то время там, друзья, то есть, они просто учились, у кого-то учеба в школе была, кто-то... А возраст какой был у вас? Возраст, ну, какой там был, я даже не помню, то есть, лет 16, наверное, вот. То есть, уже в этом возрасте задумывались о каком-то спортивном продвижении, того направления, которым вы занимались? Ну да, потому что это уже было, так скажем, популярно уже везде, вот, и... но так и не получилось это сделать, вот, потому что у каждого дальше появились свои какие-то цели, то есть, кто-то стал меньше уже тренироваться, перешел в институт. Институт, да, работа. Ну да, 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 вот, и поэтому, так скажем, мы потихоньку расходились, вот, ну, стали появляться новые ребята, но у нас уже именно планов регистрации, уже организации самой не было. То есть, мы просто продолжали тренироваться, вот, пытались найти какие-то залы для тренировок. Так мы тренируемся, ну, на то время мы тренировались только на улице, грубо говоря, вот. Ну, что залы, наверное, были не приспособлены, насколько я понимаю, для этого. Ну, у нас, да, конкретно таких залов-то и не было, вот. Ну, то есть, зимой в снег просто прыгали, там, пошли, лопаты взяли и пошли. Хорошо амортизирует, наверное, да? Ну, это да, 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 вот, мягко все. Ну, вот, летом уже зимой что-то научились, все, летом это практикуем, то есть, уже на песок, на траву и так далее. Вот, и на данный момент, то есть, появились ребята, которые на постоянной основе тренируются, вот, мы, то есть, команда. И мы все-таки решили возобновить эту идею, зарегистрировать организацию и продвигать именно покойный фрейм. Почему решили возобновить работу над федерацией? Ну, потому что сейчас появились именно цели не просто тренироваться, а именно вообще развивать это направление. Это связано каким-то образом с развитием вообще любительского спорта? Или это уже и выходит из-за развита любительского спорта? Ну, возможно, и то, и то. Да, вот, Денис хочет сказать. Слушай. Ну, я бы добавил, ну, и рассказал о своей истории, как я связал. Да, вы, я думаю, что один из представителей вот компании, команды. Нет, как раз нет, это неверная догадка. Я уже немного старше ребят, и я познакомился с этим движением спортивным позже уже в своей сознательной жизни, не будучи, ну, там, подростком во взрослой жизни. И это тоже история с зимой связана. Вот, я закончил спортивную школу Олимпийского резерва, фехтование по классу сабли, футбол, волейбол, множество различных секций. Здесь, в Кирове. Да, здесь, в Кирове. Вот, и когда-то, почему зима, начал кататься на сноуборде. Детский восторг. До сих пор люблю этот вид спорта. Он тоже относится к экстремальным видам спорта. И хоть зима долгая у нас в нашем регионе, но она заканчивается, и у спортсменов, у всех, начинается такая ломка у сноубордистов. Не хватает снега, не хватает пухляка, не хватает трюков экстрима. Пухляка, извините. Это снег. Ага, понятно. Ну, это когда большие сугробы, да, мягкий снег. И вот тогда я, ну, вот, испытывал недостаток адреналина, и вот паркур стал моим увлечением. Я также начал зимой ходить на улицу, прыгать в сугробы. Мы еще на тот момент были незнакомы, и только были, ну, у меня только были планы и какие-то личные цели. Ну вот, а потом свела как бы вместе. Ну вот, у меня появилась идея зал сделать. Я начал лично тренироваться, арендовать зал. Ну и когда мы уже нашли свое место и построили свой зал, вот тогда пришел в гости Игорь, мы познакомились лично, вот, подружились. Наши интересы совместные совпали, увлечения, и вот так появился зал, в котором стали преподавать паркур. Игорь в том числе преподает паркур, и сюда, на запись эфира, мы как раз с корабля на бал, с тренировки. С тренировки, да. И не со своей личной тренировки тренировались ребята уже молодые, наши ученики. И, кстати, отлично потренировались. Да, сейчас мы тоже об этом, о возрасте ребят, мы все расскажем. Насколько я поняла, все вот именно действия в сторону создания федерации, то есть узаконивания, да, вот всех вот этих взаимосвязей, поводом послужило создание зала, да, строительство зала и оборудование его. Ну, это, да, повод, да, ну, и цели уже были у Игоря, когда они начали тренироваться, когда мы познакомились, ну, это был, это логичный очередной шаг, то есть, когда личное увлечение перерастает в что-то большее. Да, да. И, на самом деле, возвращаясь к теме разговора, что паркур – это спорт. Да, да, да. Как раз к этому хочу сейчас перейти. Что же такое паркур? Расшифровывается как-то название само? Ну, это придумал француз Дэвид Бэль, вот, ли паркур именно рациональное преодоление препятствий. Рациональное? Да. Да, что значит рациональное? То есть, это экономия сил, да, пространства? Ну, да, то есть, это именно движение, преодоление само препятствия, то есть, есть, грубо говоря, базовые элементы, которые упрощают передвижение, ускорение, ну, то есть, можно это намного быстрее все сделать. То есть, не гасить скорость, но, вместе с тем, переключить вектор совершенно в другую сторону. Ну, да, также развить свое тело, навыки, способности, вот, и помогать другим людям, то есть, можно за счет этого. Что значит помогать другим людям? Ну, сам Дэвид Бэль, он, точнее, его отец, он был пожарником, вот, и, грубо говоря, оттуда все это пошло, то есть, пожарники, у них же навыки, им нужно все делать быстро, перемещаться, то есть, попадать куда-то, и, собственно, вот это и... Да, когда счет идет на секунды, и от эффективности твоих действий, ну, зависит, возможно, счет из жизни. Я взял книжку как раз, ну, основоположника паркура Дэвида Бэля, вот, но это мой экземпляр, он скачан, распечатан из интернета. Ну, понятно, так, наверное, тоже можно в интернете найти и... Можно найти, и, на самом деле, очень интересное чтиво, которое раскрывает и философию, ну, человека, который придумал это спортивное направление, из деятельности которого все началось в жизни. То есть, за него нужно благодарить пожарных именно, да? Ну, я думаю, что это, наверное, была какая-то точка направления, наверное, то есть, что дало начало вообще, откуда? Импульс, да, но самое главное в спорте – это импульс. На самом деле, параллелей очень много, то есть, в паркуре очень много от других видов спорта. Акробатик, насколько я понимаю, очень активный. Ну, изначально акробатики, паркур несет в себе акробатику, то есть... Несет, а вот эти все элементы, да, вот те, кто загуглит, да, там, посмотрят в интернете, в роликах, ну, это же очень красиво, во-первых. Ну, да, сейчас все равно, на данный момент все уже так объединено, то есть, изначально паркур – это просто преодоление препятствий, то есть, тут, в принципе, никакие сальты не нужны, сальты – это так, больше для кресты, то есть, было. Вот, а потом уже произошел фриран, то есть, свободное передвижение, ну, свободный бег, где, в принципе, люди вносили в себя, то есть, человек, ему, то есть, его это заинтересовало, ну, паркур, грубо говоря, вот, и он начал обучаться. А у всех, то есть, до этого были свои какие-то увлечения, то есть, кто-то брейк-данс, танцоры и тому подобное, они начали просто вносить в парку... Вносить, да, что-то свое. Да, свое, вот, добавлять, и поэтому стало вот, ну, такое разнообразие. На сегодняшний день очень много именно каких-то там стилей, новых трюков появляется, поэтому... То есть, помимо обычного перешагивания, перепрыгивания, перекувыркивания через препятствия, есть еще всевозможные другие направления. Да. Даже что можно с забором сделать, например? Можно по нему пройти? Можно его сломать, если... Ну, его сломать, я думаю, что же другой спорт это может... Нет, если спортсмен плохо готов, он начинающий, он, скорее всего, наломает дров. Да. Ну, шутка, но, да, то есть... Наломает дров, преодоление препятствий. Да. А я буду сравнивать иногда со сноубордингом, например, это тоже молодой вид спорта, который уже прошел процесс... Но все-таки более привычен, вот для Кирова, если даже судить. Ну, когда-то он тоже воспринимался как какая-то субкультура андеграундная, вот. И я тоже помню это, ну, когда... Заставите вы именно далекие. Когда я еще не катался на доске, я воспринимал ребят в широких штанах, тогда еще такая была мода, в одежде в виде балахона, ну, то есть это было... Занимались только вот такие же увлеченные люди, как когда-то те, которые паркуром занимались, и они вот на этом этапе, да, были единственными. А потом уже этот спорт получил широкое распространение. Сейчас очень много людей, и малышей, и детей, и родителей, и даже пенсионеров стоят, ну, катаются на доске. Ну, это сейчас очень популярно стало. Я надеюсь, что и паркур когда-нибудь станет своеобразным видом физической активности и гимнастики. На самом деле, там тоже есть это. Есть. Ну, очень много чего есть. Да. То есть, когда я захожу домой, я уже не шагаю по лестницам, я запрыгиваю на лестницу. Серьезно? Да. И через перила, наверное, там всевозможные эти вот... Отталкивание ногами от стены, вот очень красиво. Ну, в обычной жизни так не хожу, но... Кстати, да, интересная тема. Ну, лестничные пролеты, да, я перепрыгиваю. Да. Когда возвращаюсь домой. Ну, у меня есть первый пролет, это где-то 6-7 ступенек, а обычный пролет я за два прыжка могу преодолеть. Вверх или вниз? Вверх. Вверх. А вниз? Вообще можно не касаться земли. Можно, но я привычным способом это делаю. Надо попробовать. Да, ну, от обучения пожарных давайте перейдем к ребятам, которые занимаются паркуром. Конечно же, ролики еще, наверное, с 90-х царят в интернете, когда это вот набирало-набирало свою популярность в странах Запада. Как вы мне сказали за эфиром, в принципе, если говорить о федерации, то не очень-то это движение развито у нас в России, в регионах. Но вместе с тем мы можем уже похвастаться тем, что в Кирове есть федерация. Кто является членами федерации? Зачем они являются членами федерации? Да вот, что вы про это скажете, Игорь? Членами федерации являются, то есть я, Денис, трое ребят из команды, те, кто, ну, основа команды, именно фрейронис. Команды вы здесь имеете в виду как спортивная команда, или команда, которая поддерживает жизнедеятельность федерации? Да, именно как спортивная команда. Спортивная команда сейчас является основной движущей силой и администрацией. Я просто хочу сказать, что мы только в самом начале пути. И вот сейчас мы как раз и с ребятами провели первое соревнование, у себя закрытое, и обсуждаем уже, ну, там, следующий год грядущий. Вот, и есть желание популяризировать, то есть уже набирать и тех, кто у нас занимается, принимать их в состав организации. Но это большая административная работа, поэтому вот мы так медленно пока двигаемся и учимся именно самой административной работой. Учеников вы принимаете? А именно, ну, как это лучше назвать? Это ведь даже ведь не секция у вас, это вот именно клуб, да, насколько я понимаю? В самом зале-то? Да, 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 да. В ученики себе, принимаете людей? Да, сейчас они занимаются в секции, но они не являются, пока не вступили в состав федерации. Ну, конечно. То есть это своя большая работа, и мы ее за временем начнем, но мы хотим подготовить планы на 2019 год, в том числе и по проведению соревнований, то есть составить график уже вперед. Вот хотим привести первые городские уже открытые соревнования, там, в которых могут принять части, ну, все желающие. Соревнования, про которые вы сейчас говорили, закрытые, первые, вот, которые вот недавно-недавно провели, это соревнования, скажем так, тренировочные для вас, да, чтобы понять сильные стороны, отработать не очень сильные стороны, правильно я понимаю? Да, ну, очень важно нам было этот опыт приобрести организационный, потому что, ну, лично у нас не было проведения такого опыта, и я не знаю людей, которые проводили соревнования у нас в Кировской области, в Москве, в Питере, в Нижнем, контесты, фестивали проводятся, там немного другой формат был, вот, а для нас было важно самим это все устроить. Игорь, я думаю, может рассказать, как соревнования прошли, какие дисциплины были, вот. А состав участников, возрастные группы, то есть сколько лет ребятам готовят участие? Есть ли девчонки у вас, кстати, в команде? У нас, ну, их немного вообще, в целом, пока на данный момент одна девчонка, но за все время обучений было три девочки, вот. Но сейчас вот одна девушка к нам ходит. Насчет возрастов. Самый юный у нас пока ученик, это ему 9 лет, вот. Но, в принципе, все зависит, то есть у нас есть какой-то определенный, ну, определенная грань именно возраста, но здесь все равно все зависит от человека, какая у них подготовка, и потому что есть ребята, которые 8 лет намного активны, те, которые там в 12, уже в 13, поэтому здесь уже... Это очень индивидуально, конечно. Да, вот. А так, ну, там были от 10 лет до 14. На соревнованиях? Да. Вот. И соревнования проходили по трём дисциплинам. Это, первое, это был спидран, это забег на время. То есть мы поставили свою трассу, у ребят было... Где это всё происходило? У нас в базутом клубе, в Лава-Лава, вот, где мы её обучаем ребят. Вот, то есть они пробегали на время, у них было время подготовиться, просто пробежать это, и потом уже давалась одна попытка, чтобы на время пробежать. Вот. Дальше это было... Бег, соответственно, с какими-то осложнениями, дополнительными устройствами препятствий. Это как раз полоса препятствий. То есть то, о чём мы вначале говорили, трасса строится, чтобы участники могли проявить свои навыки. По какой-то стандартной схеме все должны были преодолевать эти препятствия, или каждый может вариации всевозможные придумывать? Трасса для всех одна, но каждый спортсмен, он сам выбирает, каким образом ему лучше... Уровень сложности. Как прыгнуть, как преодолеть препятствия. Кто-то может, например, прыгнуть манки, это один из элементов. Как ещё раз? Манки. Манки. То есть руками отталкиваясь? Да, да. Но это очень интересно, я на самом деле готовился к эфиру и распечатал основные элементы. Игорь их наверняка все знают, так как я сам занимаюсь, но намного меньше, чем Игорь. Я все ещё даже не знаю, их очень много. Могу бы я распечатал. Некоторые мы сейчас зачитаем и разберёмся. Там есть, например, один смешной название элемента, они все на английском языке, вот, там если полистать... Флай ролл есть такой, то есть летающий клубок, да, на сколько ты прям... Ну да, ролл – это кувырок через плечо, вот, а флай ролл – это именно вдаль. То есть нужно прыгнуть далеко и сделать кувырок. Ну, то есть не приземление на ноге, а именно сразу уходя в кувырок, то есть вот. Вот, вот, я для себя выделил одно смешное название, вот, там, где-то в середине, например... Вот с Кинг-Конгом очень много связано, это опять-таки вот этот стиль обезьяны, да, я сейчас название смотрю? Да-да-да, то есть манки и Кинг-Конг – это один, ну, грубо говоря, один и тот же элемент, только манки – просто опорный пужок с двумя руками, а Кинг-Конг, он делается именно вдаль. То есть нужно далеко сначала вылетать и потом уже, грубо говоря, манки делать. А вот расскажите, полоса препятствий, то есть первая дисциплина, по которой проходили соревнования недавние, как оценивался, то есть скорость, понятно, то есть время, за которое проходит спортсмен трассу, да, ну, это же, получается, если он делает всякие там выкрутасы интересные вещи, штуки, это как-то дополнительно дает ему полочки? То есть у ребят была именно цель пробежать быстро, то есть здесь… А как уж ты там пробежишь, это уже твое дело, да? Хоть ты там упади. Ну да, то есть тут ты сам для себя должен увидеть, как ты сможешь это преодолеть, то есть быстро, эффективно и все. Энергоемко. Ну да, поэтому никто и даже, грубо говоря, не использовал там какие-то сальты, еще что-то, то есть не для красоты, а именно просто… Но это не то направление, да, а есть ли какое-то направление, где вот эта вся красота и эти все изюминки можно раскрыть? Да, это у нас как раз была третья дисциплина. То есть вторая дисциплина у нас была, это техническая часть. Так. Элементы, которые нужно было сделать на технику, это долет стурника на дальность. Угу. То есть на руках висит человек на стурнике? Да, стурника, он раскачивается, и там у нас стояли… А с какого-то подлетит? Насколько долетит, да? Ну да-да-да, ну тут кто дальше, вот, тот и победил. Вот, потом, то есть там было три пункта в технической части, то есть долет стурника, дальше прыжок в длину, но не просто на полу с места, а то есть там с небольших у нас таких трапеций, которые мы сделали, вот, то есть, и третий пункт это прыжок на высоту с двух ног, вот. Ну как в кроссфите принято сейчас делать, да, на кубы такие? Ну да, да-да. И там еще судилась техника, и нужно было устоять, например, в прыжке… Три секунды. Да, на длину. И сохранить равно есть. Ну как в карабастике получается, как в гимнастике. Ну почти, да. Паркур, он, ну, судя по названиям элементов, у него есть уникальная база элементов, и названия уникальные, и он появился в городской среде, в урбанистической, оттуда множество и названий, вот, и какой-то дух. Ну да, логично представлять вот себе паркурщиков, это ребята, которые, вот, отталкиваясь от всевозможных, там, бордюров, скажем, и клумб, да, дай бог, конечно, стен, которые окружают, то есть максимальное вовлечение окружающего пространства, урбанистического. Ну да. Да, и, Денис, про смешное название вы хотели сказать. Смешное название – Five Point Slide. Five Point Slide. Пять очковый и пяти очковый? Нет, съезд по перилам на пятой точке. А, здесь какая? Five Point. А, пятая точка? Да. Ну, как школьники, на перилках скатываются. Ага, ага. То есть это как раз скатывание по перилам, то, что знакомо каждому школьнику, встречается в конкретной спортивной дисциплине? Ну да. То есть из-за этого можно получить какую-то пользу? В принципе, да. Мы сейчас ни в коем случае не призываем кататься по перилам в школах. Есть вот еще один миф, который мы предполагаем развеять в ходе деятельности нашей организации, что паркурщики – это вандалы какие-то, люди, которые разрушают эту самую городскую среду. Это не так. Ну, есть и такие, люди разные все бывают. Но когда мы устраиваем летом джемы свои, мы, например, на местах, где мы… Джемы – это что-то показательные приступли. Нет, это не показательные, это просто грубая сходка людей по… И каждый друг перед другом хвастается чем-то. Это просто тусовка обычная. То есть мы собираемся… Ну, как джемсейшн у музыкантов. Да-да-да, это тренировочный процесс, который проходит в более демократичной, свободной форме. И мы с нашими ребятами, обучающимися, этим летом выходили на улицу. И они с нами тренировались. Есть споты, это локации, в которых проходит тренировка. Вот рядом с театральной площадью есть такие. Для меня было очень интересно узнать, вот, Игорь, какие-то места мне открывал в первый раз. Где можно классно тренироваться. Где можно тренироваться, да. Да, это во дворах турники, песочницы. Это все хорошо, конечно. А вот как жильцы относятся к подобного рода приключениям? Вот я как раз к этой истории подвожу. Вот был момент такой, когда мы снимали сейчас квадрокоптеры, у нас есть видео. Вот, ну, вот, того джема. Мы пришли на место, начали прыгать. Была даже идея это место прибрать от стекла, от мусора. Ну, конечно. Экотуризм. Ну, чуточку мусора мы с собой все-таки унесли. Уже похвально? Да, мы познакомились с... Вынужденные. ...с жителями, вот. Как они реагируют, что говорят? Ну, понятно, что они недовольны. Причем весьма недовольны. В книге об этом, кстати, написан Дэвид Белли. Все они тоже сталкивались с какой-то негативной реакцией людей, окружающих. Но мы немного отстаем в этом плане, ну, в развитии урбанистической культуры. Мы, это вы имеете в виду, Россию. Да. Именно в плане принятия данной культуры. Да. Ну, и восприятия людей. В Европе сейчас очень много появилось парков на открытом воздухе. Именно для... Для паркура. Для паркура, да. Ну, их очень много. У нас их пока нет, к сожалению. Надеюсь, появятся. Будут появляться. Вот. И мы тоже собираемся к этому приложить в свою руку, ну, как федерация. Ну, есть это в планах. Сложно, но есть в планах. Ну, то есть здесь сделать что-то наподобие такого сквера, парка, открытой тренировочной площадки. Да. Да, где... Куда ребята смогут приходить и просто заниматься. Да, некоторые люди, они из-за страха за какое-то, да, там, общественное имущество, из-за страха за нас же, за людей, за ребят. Это тоже есть, но это можно понять. Мне почему-то кажется, что больше за имущество. Наверное, да. Да, ну, кстати говоря, ребята, у вас в группе ВКонтакте я обнаружила видео, там, где спортсмен прыгает на столик, да, вот, который на площадке расположен. Вот, ну, это же, ну, ладно, бог с ним, небезопасно, это уже его дело. Но ведь столик вот это, ведь, совсем нехорошо. Такой вот каверзный вопрос у меня к вам. Так, давайте оперируйте. Столик, возможно, нехорошо. И надо посмотреть видео это. И, ну, наверняка надо спросить руководителя федерации, наверняка столик жив. Так, руководитель федерации живите, пожалуйста. Просто какое-то видео именно наше? В группе ВКонтакте у вас, да, есть. Так, столик, да, я просто не помню, какой столик. Да и тем более, на которые столики мы, наверное, прыгали, они разные бывают. То есть есть, во дворе стоит там столик, скамейки, но на них уже не сидят даже давно, поэтому... Ну, это как раз говорит о том, что когда появится парк, ну, площадское, специальное оборудованное место, тогда и все желающие, скорее всего, придут туда, и какие-то другие архитектурные формы, скамейки, они уже будут в целости... Ну да, предусмотрены на определенного рода занятия. И если я правильно понимаю, да, как вы сказали, говоря о культуре паркура, культура принятия, культура использования самой дисциплины, на что вы будете, как я, надеюсь, да, очень верю в это, транслировать своим ученикам, своим последователям именно правильное, логичное, культурное отношение к объектам, которые они используют. Верно? Да, да, да. Да, что все-таки нужно уважать чужую собственность, поэтому паркур, это хорошо, да, если его правильно готовить. Это да. Паркур – это философия, и не для всех, лично для нас, как представителей и создателей федерации, это философия, в которой, да, есть своя этика, вот, кроме спортивной составляющей, есть еще и культурная, и не зря я взял книгу Давида Белли, об этом там есть отдельные главы. То есть какая отдельная дисциплина? Паркур имеет философию, имеет определенную этику, имеет определенную культуру, потому что, ну, нужно да, рационально все делать и использовать пространство, как вот Игорь в начале программы говорил. Поэтому давайте еще раз укажем, где вас можно найти, где можно научиться этому, и вообще какая физическая подготовка должна быть у человека, у ребенка или у взрослого, который хочет научиться, да, фрирайну, да, паркуру? Ну, общая физическая подготовка, то есть для начала это просто, грубо говоря, там, отжиматься, уметь подтягиваться, там. Ну, сколько раз нужно отжаться, чтобы прийти к вам, и вы сказали, да, парень, ты молодец, мы тебя берем. Ну, да, не обязательно даже, наверное, уметь отжиматься, да, мы сами научим. Ну, приходят ребята, мы с этим столкнулись, которые не умеют, к сожалению, отжиматься. Надеюсь, они не слышат. Не, ну, так и бывает. В принципе, пусть слушают, да. Это как раз стимулирует, да, что вы можете научить и показать, и, собственно, примерами. Профессиональный спортсмен, а таких уже много, те, которые выступают и за границей, и проводятся, ну, уже на более крупных фестивалях, вот, соревнованиях, они представляют из себя уже, ну, настоящих спортсменов профессиональных, всесторонне развитых физически. Там нужно, паркур – это сложный координационный вид спорта. Там нужна ловкость, там нужна сила. Ну, в зависимости от дисциплины что-то преобладает, там где-то нужно больше ловкости, быстроты, где-то больше нужно физической силы. И это всё тренируемо и развиваемо. Это всё тренируемо и развиваемо, и мы подходим всесторонне к развитию и к тренировочному процессу. Очень большое значение имеет общая физическая подготовка, потому что спортсмен, начиная с базовых элементов, он всё время должен усложнять. Ну, если он хочет развиваться, конечно. Да, если хочет развиваться, и как раз тогда требуется уже хорошая физическая форма. Возраст, да, Игорь, вы ещё хотели добавить. Ну, да, в принципе, на самом деле здесь выбор свободный в паркуре, то есть кто-то может, в принципе, даже и ничего не делать, просто тренироваться, как бы, и он так и сможет развить свои навыки. То есть прыгать, 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 как говорится, сила в ногах появится, в руках и тому подобное. А именно профессиональные спортсмены, они и растяжку делают, и физические нагрузки, и тому подобное. Но здесь у каждого свой стиль, то есть кто-то больше на турниках занимается, поэтому у него, допустим, больше упор делает на руки, чтобы прокачать свои руки, чтобы дальше, выше залетать. А кто, если кто-то прыгает? То есть много у нас именно в России сейчас такой стиль появился, где прыгают именно акробатику. То есть это хоть и паркур, но, в принципе, тут особых вроде и физических навыков-то никаких не нужно. То есть ты в процессе обучения уже как-то себя развиваешь. Но если ты хочешь стать именно профессиональным спортсменом, то нужно не только прыгать. Да, конечно, то есть нужно и ОФП, вообще физическую подготовку делать, и растяжка тоже, на самом деле, влияет на выполнение каких-то элементов. С какого возраста к вам можно приходить, заниматься, учиться? Ну, у нас вот есть детский лагерь. У нас уже второе лето проводился детский лагерь. Именно от батутного клуба, не паркур-лагерь. И к нам уже второй раз приходил мальчик Дима. Вот. Ему сколько, по-моему, 5 лет? По-моему, 5. Он маленький, но он сейчас подрос. Он в том году вообще был маленький, такой маленький-маленький ребёночек. Но он настолько активный, вообще бегает, что-то прыгает, ползает везде, что... Что называется, энергию девать некуда. Да. Вот, пожалуйста. И, грубо говоря, вот, мне кажется... Прекрасное применение. Да-да-да, с 5-6 лет уже можно брать и готовить. То есть, тут нет каких-то ограничений. Можно даже, не знаю, с 20 начать заниматься. Вот, да, по верхней планке тоже у меня был вопрос. Начали мы разговор с того, что сноубордингом могут заниматься и, скажем так, люди пожилого возраста, да, люди зрелые. А паркур? Ну, слабо я себе представляю, чтобы прямо вот женщины или мужчины в летах прыгали и скакали. Это, конечно, здорово. Ну, это, в принципе, да. То есть, в любом возрасте, я думаю, кому-то, если интересно, то же, ну, как я говорил, что это свободный выбор. То есть, чем практичен паркур, то, допустим, лыжнику, ведь нужны лыжи, да, он же не будет постоянно их свои носить. Там, футболисту нужен мяч, а здесь обувь. Да, и все. Есть только ты и, там, город, да, то есть, то, что вокруг тебя. Хорошо сказали, очень красиво. Поэтому вот паркур роднит с гимнастикой. Ну, то есть, есть общие тоже точки, какие-то соприкосновения. В залах Великобритании, где паркур, это уже общепризнанный на государственном уровне, вид спорта. Таких еще стран немного. Вот одна из них Великобритания. Там в залах совершенно возрастной планки разные. Людей, которые тренируются, там есть мужчины, женщины. Вот. И это своеобразная гимнастика. Да, ребят, давайте скажем сейчас, где вас можно найти, как вам можно попасть, побольше узнать о вас. Батутный клуб Ловел Апс 40-го Четвернца. Есть страничка ВКонтакте и Федерации, она же страничка команды Фрирайнерс. Есть страничка Батутного клуба, там, где есть расписание. Можно всегда позвонить администратору, узнать. Паркур для нас является основным, одним из основных направлений. Планы у Федерации, мы частично проговорили о них, достаточно большие. Показательные выступления можно ожидать в городе? Можно. Команда готова к этому, абсолютно, я думаю. Ну, да, в принципе, на разных мероприятиях. Так что, если есть идеи и предложения. Площадка и спрос готовы показать, прийти, да? Да. Отлично. Так, на этом программу мы вынуждены закончить. Сегодня мы говорили о таком новом интересном для Кирова направлении, как паркур, а также фриран. В гостях у меня были учредители, основатели Федерации паркура в Кирове, это Игорь Вожигов и Денис Плёнкин. Да, ребят, спасибо большое. Спасибо большое, что вы говорили. Да, желаю вам успехов в развитии, учеников талантливых, интересных, ярких, которые продвинут паркур, как минимум, в Кирове на новый уровень. Спасибо, такие уже появляются. За ними очень интересно наблюдать, за их ростом. Да, будем наблюдать вместе. Спасибо. Приводите. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. С верой в спорт.